Перейдем к последней презентации, которую будет делать профессор Михайлов. Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги, мне досталась довольно широкая тема, поэтому я сфокусирую наше с вами внимание на в основном интервенционном лечении нарушения ритма у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Как же умирают эти пациенты, почему актуальна проблема нарушения ритма в этой популяции? В большинстве случаев пациенты с сердечной недостаточностью умирают внезапно. Примерно в третьих случаев причиной смерти является декомпенсация сердечной недостаточности, инфаркты или повторные инфаркты миокарда чуть меньше 10% и примерно столько же неизвестных или иных причин осложнений других заболеваний. Основными причинами декомпенсации хронической сердечной недостаточности помимо сопутствующих заболеваний могут быть появление новых нарушений ритма сердца, таких как фибрилляция предсердий и желудочковые нарушения ритма, в том числе неустойчивые, в том числе желудочковая экстрасистолия, о чём чуть позднее мы с вами поговорим дальше. Итак, три основных кита, которые усугубляют течение заболевания сердечной недостаточности, это фибрилляция предсердий, желудочковая тахикардия и наиболее частая причина смерти – это те, которые приводят к внезапной смерти. Фибрилляция предсердий у пациентов с сердечной недостаточностью довольно широко распространена, это больше трети пациентов имеют это нарушение ритма сердца. У пациентов с наличием фибрилляции предсердий чаще и более длительные госпитализации при сердечной недостаточности и повышен риск смертности даже при не очень длительном наблюдении. Целый ряд патофизиологических факторов участвуют в усугублении течения фибрилляции предсердий при сердечной недостаточности и наоборот усугублении сердечной недостаточности. И здесь основные моменты, которые стоит упомянуть, это быстрое нерегулярное сокращение желудочков, это потеря предсердного сокращения и появление или усугубление метральной трикоспидальной регургитации. Медикаментозная терапия, которая доступна на сегодняшний день для пациентов с фибрилляцией предсердий и сердечной недостаточностью, это не такой широкий спектр. Это, естественно, антикоагулянтная терапия, бета-блокаторы, это антиоритмики третьего класса, естественно, это только аммиодорон на сегодняшний день, и сердечные гликозиды пока под вопросом, вернее, стали под вопросом. Совсем недавнее исследование, опубликованное в этом году, буквально две недели назад, это исследование Rocket AF, субисследование было проведено 14 тысяч пациентов, чуть больше, из них было известно, что больше 5 тысяч получали дегоксин, и в основном это пациенты с хронической сердечной недостаточностью. Что интересно было показано, использование дегоксина явилось независимым фактором смертности от всех причин, сосудистой смертности и внезапной смертью этих пациентов. Это уже не первое упоминание о таком тяжелом последствии применения дегоксина у пациентов с сердечной недостаточностью, фибрилляцией и предсердий, но вот что явилось действительно сюрпризом, это влияние бета-блокаторов на выживаемость пациентов с сердечной недостаточностью, фибрилляцией и предсердий. Метаанализ индивидуальных данных 10 исследований, включивших больше 18 тысяч пациентов, показал, что если у пациентов есть синусовый ритм и сердечная недостаточность, бета-блокаторы улучшают выживаемость. А если этот пациент имеет фибрилляцию и предсердий, то никакого эффекта бета-блокаторов на выживаемость не было. Это действительно новые и удивительные данные на сегодняшний день для нас. Пока их сложно объяснить. Соответственно, следующим этапом выступают неведикаментозные методы лечения фибрилляции и предсердий. Это катетерное облацовое соединение с имплантацией кардиосинхронизирующей системы в идеальном варианте исполнения с функцией дофибрилляции. Это катетерное лечение фибрилляции предсердий или хирургическая облация в левом и правом предсердиях во время сочетанных операций на клапанах или по ревоскулиризации миокарда. Пациенты со структурной болезнью сердца, как мы видим в рекомендациях Европейского общества кардиологов, в первую очередь должны получить антиритмическую терапию крадароном, и только потом мы можем переходить к катетерному лечению фибрилляции предсердий, в отличие от группы пациентов без структурных заболеваний сердца, но это за рамками сегодняшнего нашего разговора. Лечение фибрилляции предсердий немедикаментозное появилось благодаря работам профессора Какс, который предполагал, что механизмом фибрилляции предсердий является сочетание нескольких кругов риэнтрии, аритмии в левом предсердии, и нанося разрезы, и затем сшивая эти разрезы с помощью хирургической техники, он предполагал, что сможет прервать все порочные макроориэнтрии круги аритмии. Эффективность этой операции была очень высокой, более 90% пациентов в течение 10 лет сохраняли синусовый ритм, только один из всего наблюдений имел отсроченный инсульт. На сегодняшний день эта методика замещается методом радиочастотных воздействий хирургических в левом предсердии. Здесь вы видите препарат сердца после четвертой модификации этой операции, вот эти белесые полосы на эпикрадиальной поверхности – это радиочастотные воздействия. С эндокардиальной поверхности тоже видно повреждения радиочастотным током, и ушитое ушколе у предсердия, и линия дометрального клапана созданная. Результаты хирургического лечения, несмотря на переход на радиочастотную методику, довольно высокие. И здесь вы видите, собрано несколько исследований, в которых показано, что при длительном наблюдении от 60 до более чем 80% пациентов сохраняют синусовый ритм. Это пациенты тяжелые, я напомню, с отчетной клапанной патологией, естественно, сердечной недостаточностью. Но конец 90-х годов ознаменовался тем, что электрофизиологи из клиники Бордо в Франции стали наблюдать за пациентами с пароксизмальной фибрилляцией предсердий в электрофизиологической лаборатории. Расставив электроды в разных отделах сердца, они регистрировали начало пароксизма фибрилляции предсердий. И увидели, что в абсолютном большинстве случаев фибрилляция предсердий возникала с предсердных экстрасистол, исходящих из устьев легочных вен. Это положило начало дальнейшему развитию катетерных методик лечения фибрилляции предсердий. Дальше было показано позднее, что ответственны за такую электрическую активность мышечные муфты, которые идут с левого предсердия и распространяются. Это срез устья легочной вены распространяются на легочную вену. По неизвестным причинам здесь зарождается частая электрическая активность, провоцирующая фибрилляцию предсердий. Методика катетерного лечения заключается в том, что мы картируем устья легочной вены и наносим воздействие радиочастотным током или замораживаемым кривовоздействием. Для того, чтобы добиться отсутствия электрической активности в легочной вене, здесь вы видите достижение электрической изоляции легочной вены и исчезновение электрического потенциала. Но у пациентов с сердечной недостаточностью, с хронической фибрилляцией предсердий, не только лёгочные вены ответственны за возникновение и поддержание фибрилляции предсердий. Здесь вы видите трёхмерную модель сердца, которую мы используем в наших процедурах. Выстраиваем эндокардиально, смотрим, какие электрические потенциалы регистрируются в разных отделах левого предсердия. Это задняя стенка, здесь лёгочные вены не показаны. Это передняя стенка левого предсердия. Всё то, что красное, это низковольтажная электрическая активность, которая характеризует распространённый фиброз в левом предсердии. И, конечно же, только изоляция лёгочных вен, добиться поддержания синусового ритма у таких пациентов, скорее всего, будет невозможно. А это одна из наших разработок. Здесь вы видите, вот такими перемежающимися цветами показано анизотропное неравномерное электрическое проведение в зонах регистрации. Это низкая амплитудная активность, то есть в зонах фиброза миокарда левого предсердия. И, конечно, в таких случаях приходится наносить дополнительные воздействия в левом предсердии. В данном случае изоляция всей задней стенки левого предсердия. Красные точки – это точки радиочастотного воздействия для того, чтобы сохранить синусовый ритм. На сегодняшний день есть как минимум 9 рандомизированных исследований по лечению фибрилляции предсердий у пациентов с сердечной недостаточностью. Здесь представлен метаанализ таких исследований. Если посмотреть на характеристику пациентов, то мы видим, что средняя фракция выброса левого желудочка не очень выражена, снижена у этих пациентов. Но, тем не менее, после катетерного лечения фибрилляции предсердий показано, что в большинстве исследований замечено увеличение фракции выброса левого желудочка с течением времени при длительном наблюдении. Но что с этими пациентами происходит, если за ними наблюдать больше года, больше двух лет? Совсем свежие данные, это месяц назад опубликованы, пятилетние наблюдения за пациентами с катетерным лечением фибрилляции предсердий при сердечной недостаточности. Здесь было обследовано три группы. Это катетерная изоляция легочных вен, пациенты без изоляции легочных вен, но с фибрилляцией предсердий с сердечной недостаточностью и без наличия фибрилляции предсердий. Это действительно серьезно больные пациенты, очень низкая фракция выброса во всех трех группах, большое количество сопутствующих заболеваний, полная медикаментозная и немедикаментозная терапия. Но при наблюдении больше пяти лет синусовый ритм после аблации сохраняют менее 40% пациентов. Это то, о чем мы говорим, что изоляция легочных вен недостаточна у этих пациентов для сохранения синусового ритма. Фракция выброса левого желудочка в этой группе аблации значительно вырастает и сохраняется улучшенной в течение пятилетнего наблюдения. Но что интересно, в двух других группах сравнения точно так же увеличивается фракция выброса при подборе адекватной медикаментозной терапии, при использовании CRT-технологий, имплантации и дофибрилляторов. Но при этом в группе аблации и фибрилляции предсердий улучшен профиль смертности от всех причин пациентов, и авторы делают такой вывод на основании полученных результатов. Подытоживая методы катетерного лечения и эффективность лечения фибрилляции предсердий в этой тяжелой группе пациентов, нужно сказать, что практически все эти исследования с очень малым объемом выборки. От 20 до, мы видели, 250 пациентов, это довольно мало. Данные о благоприятном влиянии аблации на изменение класса сердечной недостаточности и фракции выброса левого желудочка противоречивы, да, в метаанализе показано, что лучше, но в отдельных исследованиях не всегда это видно. Возможно улучшение пикового потребления кислорода и качества жизни пациентов с сердечной недостаточностью, и, безусловно, необходимы более крупные рандомизированные масштабные исследования по улучшению фибрилляции предсердия немедикаментозному в этой популяции. И в настоящее время мы ожидаем результаты как минимум трех крупных исследований по улучшению фибрилляции предсердий. Самая крупная из них будет включать 3000 пациентов, и уже в этом году мы ждем результатов исследования Кабана. И плавно перейдем к желудочковым аритмиям при сердечной недостаточности. Механистически я их рассортировал в три группы. Это желудочковая экстрасистолия. Очень интересная когорта пациентов с большим количеством желудочковых экстрасистол и сниженной фракцией выброса левого желудочка. Это пациенты с неустойчивыми пароксизмами желудочковой тахикардии, которые ухудшают прогноз этих пациентов. И, безусловно, устойчивые желудочковые тахикардии, фибрилляции желудочков, приводящие чаще всего к внезапной смерти этих пациентов. Известно, что после перенесенного инфаркта миокарда желудочковые тахикардии регистрируются спонтанно или индуцируются во время электрофизиологических исследований у 5% пациентов в отсроченном периоде, то есть более 40 дней наблюдения. Но если у таких пациентов снижена фракция выброса, то частота возникновения желудочковых тахикардии еще в 2 раза выше и поднимается практически к 10%. Каковы механизмы желудочковых нарушений ритма у пациентов с так называемыми субстрат-ассоциированными аритмиями? Это не только постинфарктные пациенты, это пациенты с дилатационными кардиомиопатиями, с гипертрофической кардиомиопатией, но классически эти схемы описаны для пациентов с постинфарктными тахикардиями. Здесь мы видим неоднородный рубец в миокарде левого желудочка с каналами электрического проведения, слепыми карманами, в которые также могут заходить электрические потенциалы. В этих местах отмечается замедленное электрическое проведение, а соответственно субстрат для ориентрии тахикардии и более 90% желудочковых тахикардий у пациентов после инфаркта миокарда – это макроориентрии желудочковой тахикардии, связанные с рубцом. На сегодняшний день у нас есть данные о трехмерном строении рубцов, магнеторезонансная томография, срезы от эндокарда к эпикарду. Если посмотреть на эти срезы на уровне эндокардиальной поверхности, красная зона – это плотный рубец, зеленая зона – это переходная ткань с частично живым миокардом, фиолетовая – это полностью живой миокард. И при переходе в толще миокарда к эпикарду площадь рубцов чаще всего этих пациентов сокращается, то есть основной субстрат этих аритмий лежит субэндокардиальной поверхности. Чем отличаются пациенты с перенесенными инфарктами миокарда, с желудочковыми тахикардиями и без таковых? У пациентов с желудочковыми тахикардиями площадь рубца чаще всего больше. Это трехмерная модель левого желудочка, которую мы также воспроизводим во время эндокардиальных вмешательств. Фиолетовые зоны – это здоровый миокард, красная – это рубец, соответственно, вся переходная ткань – это промежуточный цвет. Если есть желудочковая тахикардия, чаще всего этот рубец у этих пациентов больше. Точками обозначены различным цветом так называемые фрагментированные потенциалы, которые ответственны за замедленное электрическое проведение внутри рубца. Если пациентам проведена ранняя реперфузия миокарда, то площадь рубца, безусловно, от перенесенного острого коронарного синдрома значительно меньше, чем у пациентов, которым не выполнялась ранняя реперфузия миокарда, но желудочковые тахикардии, если они возникают в группе реперфузии, они гораздо быстрее и чаще приводят к синкопальным состояниям и остановке сердца у пациентов. У пациентов без быстрой ревоскулиризации рубцы большие, зоны электрического проведения более неоднородные, и желудочковые тахикардии более медленны и более управляемы. Медикаментозная терапия желудочковых тахикардий при сердечной недостаточности включает в себя совсем немного классов препаратов, и к немедикаментозному лечению мы можем отнести имплантацию кардиовертеров-дефибрилляторов, профессор Леклерко очень подробно об этом говорил, катетерная аблация и хирургическое лечение, а именно в настоящее время это в основном аневризм и ктомея у постинфарктных пациентов. Почему же для нас так важны диагностические и лечебные пароксизмы желудочковой тахикардии, если у большинства из этих пациентов и так есть показания к имплантации дефибриллятора, чтобы спасти им жизнь? А вот почему. Имплантация дефибриллятора уменьшает риск внезапной смерти этих пациентов, но меняет причину смерти. Они реже умирают внезапно и больше умирают от декомпенсации сердечной недостаточности. Более того, если у пациента с имплантированным дефибриллятором возникает быстрая желудочковая тахикардия и дефибриллятор срабатывает шоками на эти тахикардии или фибрилляцию желудочков, то показано, что выживаемость таких пациентов ниже, чем у пациентов, у которых дефибриллятор не наносит электрических шоков. И здесь действительно может помочь катетерная аблация. Это классический слайд эффективности катетерного лечения желудочковых тахикардий постинфарктных. Синее – это количество эпизодов желудочковых тахикардий до аблации, красное – после. Конечно, полностью не уходят все желудочковые нарушения ритма, но количество их значительно снижается. Есть два наиболее крупных рандомизированных исследования по изучению эффективности катетерного лечения желудочковой тахикардии постинфарктной. Показано, что этот метод лечения снижает количество рецидивов желудочковой тахикардии и снижает количество госпитализации у пациентов с перенесенным инфарктом миокарда и сердечной недостаточностью. В другом исследовании также было подтверждено снижение количества эпизодов желудочковой тахикардии, но не было эффекта катетерной аблации на общей смертности пациентов. И, что важно для нас, для электрофизиологов, массивные аблации в левом желудочке не приводили к значимому снижению, к дальнейшему снижению фракции выброса левого желудочка. Это значит, что с этой точки зрения катетерное лечение может быть довольно безопасным. Какие важные выводы получены в последующих исследованиях? Если у пациента были эпизоды желудочковой тахикардии с срабатыванием дефибриллятора, проведена катетерная аблация и после этого не регистрируется желудочковых тахикардий быстрых со срабатыванием имплантированного устройства, то прогноз у них точно такой же, как у пациентов, у которых не было зарегистрировано устойчивых желудочковых тахикардий. Коротко о методике проведения катетерного лечения субстрат ассоциированных желудочковых тахикардий. Доступ в левый желудочек может осуществляться, это аблационный электрод через аорту ретроградным путем, довольно большой левый желудочек мы здесь видим, либо трансцептально через пункцию межпресердной перегородки. И у пациентов с эпикардиальным субстратом желудочковых тахикардий выполняется субксифоидальная пункция, так называемая сухая пункция перикарда для доступа в эпикардиальное пространство. Вы уже видели, это реконструкция трехмерной левого желудочка, здесь инфаркт по нижней стенке левого желудочка, довольно большое количество так называемых фрагментированных двойных тройных потенциалов, и электрических потенциалов внутри рубца с задержанной активацией, они называются поздними потенциалами. Все вот эти зоны будут характеризовать замедленное электрическое проведение и субстрат для реэнтрии желудочковых тахикардий. Цель электрофизиолога – это нанесение радиочастотных воздействий, красные точки, в тех местах, где наблюдаются такие изменения электрической активации, оставшиеся миокард внутри рубца. Идеальным конечной точкой является полная неиндуцируемость желудочковых тахикардий во время процедуры, и, конечно, полная гомогенизация рубца, хотя даже при эндоэпикардиальной аблации это довольно редко достижимо у пациентов. Потому что мы знаем, что если нет проведения электрического внутри рубца, нет этих зон остаточного миокарда, то и не будет желудочковых тахикардий. О чём нам говорят международные соглашения экспертов о том, что возможность катетерной аблации желудочковой тахикардии должна рассматриваться в самом начале лечения пациентов с ретидиверирующей тахикардией после инфаркта миокарда и сердечной недостаточностью. Но при этом мы знаем, что наши возможности ограничены. Катетерная аблация снижает количество срабатываний. Далеко не у всех пациентов срабатываний дофибриллятора. Есть определённая смертность в переоперационном периоде этих пациентов. В основном умирают тяжёлые пациенты с электрическим штормом и декомпенсированной сердечной недостаточностью. И при отдалённом наблюдении рецидивы желудочковой тахикардии наблюдаются почти в половине процентов случаев. Это одно из крупнейших исследований по катетерному лечению желудочковых тахикардий. Здесь сравниваются пациенты с ишемической кардиомиопатией. Не ишемическая, это дилатационная кардиомиопатия. Мы видим, что через три года рецидивы желудочковой тахикардии встречаются довольно часто, и при этом наиболее часто в группе дилатационной кардиомиопатии. Почему? Скорее всего, это объясняется субстратом желудочковых тахикардий при дилатационной кардиомиопатии. Если мы посмотрим на толщу миокарда левого желудочка, абсолютное большинство желудочковых тахикардий, Их субстрат находится эпикардиально у пациентов с дилатационной кардиомиопатией в этом переднебоковом квадранте. Соответственно, у большинства пациентов требуется эпикардиальный доступ для лечения таких нарушений ритма. И опять та же группа исследователей показала, что независимым предиктором резидивирования желудочковой тахикардии при нейшемической кардиомиопатии будет недостижение конечной точки неиндуцируемости желудочковой тахикардии во время процедуры аблации. Чем же для нас важны неустойчивые желудочковые тахикардии и частые желудочковые экстрасистолии у пациентов со сниженной фракцией выброса левого желудочка и сердечной недостаточностью? Показано, что выживаемость пациентов с регистрируемыми неустойчивыми желудочковыми тахикардиями кардинально отличается от пациентов с сердечной недостаточностью, но без таких неустойчивых желудочковых тахикардий. Хотя на сегодняшний день пока нет серьезно обоснованных данных о том, как правильно лечить эти неустойчивые желудочковые тахикардии, нужна ли этим пациентам атеритмическая терапия и снижает ли она риск смертности в этой группе. Частая желудочковая экстрасистолия. Принято считать, что более 24% сокращений желудочковых в течение суток, если они экстрасистолические, а не синусовые, могут привести к так называемой аритмогенной кардиомиопатии, расширению левого желудочка и сниженной фракции выброса. Здесь представлены результаты катетерного лечения аритмогенной кардиомиопатии у пациентов с частой желудочковой экстрасистолией. Включено 80 пациентов. Это пациенты без структурного заболевания сердца, со структурной патологией. Показано, что после катетерной аблации значительно снижается количество желудочковых аритмий, увеличивается фракция выброса левого желудочка в обеих группах, улучшаются параметры класса сердечной недостаточности и улучшается нейрогуморальный профиль плазмы. Какие современные достижения в диагностике неустойчивых желудочковых аритмий? Это наша гордость, российская разработка, система неинвазивного эндоэпикардиального картирования, которая позволяет определить очаг желудочковой аритмии как в предсердиях, так и в желудочках. Здесь представлены данные международного исследования по валидации этой системы. И я хотел просто представить клинический случай с использованием этой методологии, которая помогает определить локализацию аритмии у пациента с нейшемической кардиомиопатией, сниженной фракцией выброса левого желудочка. Магнит-резонансная томография показала наличие какого-то неспецифического субстрата, рубца по нижней стенке левого желудочка. Система неинвазивного картирования красной точкой нам обозначает место выхода этой экстрасистолии эпикардиально по нижней стенке в диафрагмальной левого желудочка. И во время эндокардиального и эпикардиального вмешательства действительно именно здесь мы локализовали эту аритмию. Но успешная аблация была через венозную систему сердца, это задняя вена сердца. И после этого пациент восстановил фракцию выброса, и у него уже не было проявлений сердечной недостаточности. И новые достижения в лечении желудочковых тахикардий. Профессор Леклерк уже говорил о перспективах нейромодуляции в лечении пациентов сердечной недостаточностью. Я сфокусируюсь именно на лечении желудочковых аритмий с помощью методов нейромодуляции такой когорти пациентов. И еще раз повторюсь, слайд, экспериментальное исследование в постинфарктной индуцированной сердечной недостаточностью у собак. Стимуляция спинного мозга приводила к улучшению фракции выброса в эксперименте и к уменьшению количества спонтанных желудочковых аритмий в группе стимуляции спинного мозга. А также улучшался нейрогуморальный профиль, снижался уровень пресердного натриотического пептида. В другом исследовании у собак с индуцированной сердечной недостаточностью с формированием инфаркта миокарда стимуляция спинного мозга предотвращала возникновение спонтанных индуцированных фибрилляций желудочков и устойчивых желудочковых тахикардий. Последние данные, совсем недавно опубликованная работа, первое применение стимуляции спинного мозга у пациентов с сердечной недостаточностью, которое показало, что может повышаться фракция выброса левого желудочка на фоне этой терапии и пиковое потребление кислорода в группе пациентов стимуляции. Профессор Леклерк показывал негативные результаты исследования команды ZYPS, я не привожу здесь эти слайды. И еще один метод нейромодуляции в лечении желудочковых тахикардий потенциальный – это денервация почечных артерий. К сожалению, этот метод не показал преимуществ в лечении пациентов с артериальной гипертензией и социальной артериальной гипертензией. Но что касается пациентов с желудочковыми аритмиями, в эксперименте на свиньях показано, что на гемодинамику в экспериментальных условиях денервация почечных артерий практически не влияет, то есть не снижает артериальное давление. Но если создается ишемия с пережатием коронарной артерии, то желудочковые аритмии, а именно фибрилляция желудочков у пациентов с проведенной денервацией почечных артерий, возникает значительно реже. И сегодня есть уже описание нескольких клинических случаев по проведению денервации почечных артерий у пациентов с рефракторными желудочковыми тахикардиями, рефракторными к медикаментозной терапии и катетерным методам лечения. Здесь представлено наблюдение за четырьмя пациентами, и проведение почечной денервации значительно снизило количество эпизодов желудочковых тахикардий. Уже несколько исследований запущено по изучению роли почечной денервации в лечении желудочковых тахикардий. И здесь представлены наиболее крупные из них, мы ждем их результатов не раньше, чем через пару лет. И опять же повторюсь, по нейромодуляции методика симпатической, таракальной симпатической денервации для пациентов с желудочковыми аритмиями была предложена еще в 70-х годах. Это были первые клинические наблюдения, 76-й год, первая публикация. И в дальнейшем этот метод лечения приобрел значительную эффективность у пациентов с удлиненным интервалом КУТЭ. И в экспериментальных исследованиях показано, что ганглиоэктомия, удаление звездчатого ганглия у животных с индуцированным инфарктом миокарда значительно снижало количество желудочковых нарушений ритма сердца. Это наше клиническое наблюдение. Пациент с множественными желудочковыми тахикардиями, электрический шторм, эндокардиальное картирование, эпикардиальное картирование. Было выполнено три катетерные аблации. По поводу рефракторных желудочковых тахикардий все они были неэффективными. Тогда мы применили метод таракальной симпатэктомии. Паравертебральные симпатические ганглии на уровне ТН2-ТН4 были удалены таракоскопическим методом. Здесь плохо видно, но это симпатические ганглии. И после этого нам удалось справиться с большинством пароксизмов желудочковой тахикардии у этого пациента. Это довольно одни из первых наблюдений лечения постинфарктных желудочковых тахикардий методом таракальной десимпатизации. И в этом году мы ждем выхода в свет уже новых рекомендаций по введению желудочковых тахикардий, профилактики внезапной смерти Европейского общества кардиологов, которые будут представлены в Лондоне во время ИССИ-конференции. Большое спасибо за Ваше внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова